Всем привет! Сегодня у нас будет необычный и очень полезный, как по мне, формат видео. Ребята заготовили для меня шесть полноразмерных пар наушников, которые я впервые прямо при вас протестирую, прослушаю, пощупаю и расскажу о своих первых впечатлениях. Это будет полноценное, слепое сравнение. Я думаю, что такой формат очень показателен, так как, сами понимаете, я буду абсолютно непредвзятым. Я не буду знать, что это за бренд в каждом отдельном случае, сколько стоят сами наушники, 30 или 300 баксов, и это никак не будет влиять на мою оценку. Буду полагаться исключительно на свои неподдельные ощущения. Вы знаете, что я в этом деле не профи, а простой пользователь, как многие из вас. Соответственно и оценка моя не будет супер профессиональная. Разложить звук на герц и килогерц я не смогу, но какой-никакой опыт у меня все-таки есть, исходя из прошлых обзоров наушников, колонок и прочей акустики. Так что о банальном качестве звучания и приблизительной АЧХ я вам поведаю. Так что меньше слов, больше действий. А для всего этого теста мне, конечно же, понадобится помощник. Всем привет, не переживайте. Говорить я сегодня буду мало, буду сидеть на фоне и я буду тут вообще выступать в качестве ассистента. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я знаю, почему ты здесь. Потому что ты что-то понял. Я знаю, что тебя гнетет. Эта мысль, она... Она как заноза в мозгу. Она сводит тебя с ума. Это и привело тебя ко мне. Понимаешь, о чем я говорю? Ты говоришь о стиралках и сушилках. И что ты о них знаешь? Я знаю, что у меня и у миллионов людей по всему миру очень ограниченное место в квартире. И им постоянно приходится выбирать, что же себе взять. Стиральную или сушильную машину. Вроде как, по идее, стиралку. Но ведь и сушилка нужна. Но куда ее ставить, места-то нет. Ты, как и все, раб. Раб пространства с самого рождения. В темнице ограниченного места. Ты хочешь узнать, что можно с этим сделать? Да. Хорошо. Но предупреждаю. Пути назад не будет. И помни. Я всего лишь хочу открыть тебе правду. Ты можешь и дальше биться в безрезультатном поиске оптимального варианта. Или взять себе комплект от West Frost. Это стиральная машина XMV108FTI с низким энергопотреблением, инверторным мотором, сенсорной панелью управления, загрузкой на 7 кг, барабаном для бережной стирки и огромным количеством программ. И сушилка XMV108F4HP, защитой от перепадов напряжения, бактерий, тепловым насосом хит-памп и шлангом для слива конденсата. Комплект? Стоп. Это же значит, что там есть соединительное крепление, так? Ты о нем слышал. Да, слышал, но я не знал, правда ли это. Это правда. Ты можешь поставить стиралку и сушилку друг на друга для экономии места. О боже. Но это же невероятно. Я уже совершенно утратил веру, и тут такое. Добро пожаловать в реальный мир. А знаешь что? Уболтал. Беру. Беру. Такая-то осматриваться что? Осматриваться и все. Понял. Понял. Так может мы это? Ах да, давайте. Давайте мы покупочку оформим правильно. Сейчас, секундочку я тут. Начнем с первой пары. Окей, давай. Ты запоминай какая это, ладно? Я запоминаю. У меня тут таблица есть. Отлично. Пожалуйста. Первый наш лот. Оп. Ну ты там поправь, чтобы я не... Оголовье регулируется. Причем комфортно. Так, здесь очень приятный амбишур, это искусственная кожа и чашка у меня на все ухо, то есть она полностью обхватывает. Не давит ничего. Так что мне нравится. Что, звукоизоляцию может проверим? Да, но я уже вот чувствую, что прям вообще не слышу тебя очень. Я ложу возле тебя вот сюда и следующие тоже буду сюда ложить. Это максимум? Ну на телефоне моем получается, да. Прям хорошо. Ну, прям вот я в основном слышу себя. Давай мне какие-то два трека с разных жанров. Ты готова? Да, я готова. Ну давай попробуем, только если будет сильно громко, ты же маякни. Так, давай следующий трек. О, я слышу там рот. Смотри, ну у них объем классный, мне понравилось. Басы прям, ну они очень, ну басовитые, мне нижних хватает. Верхние в принципе тоже, но мне кажется, что немножко запирает. Вот запирание ощущаю. Тест микрофона. Мы не будем ставить оценку, это сделаете вы. Сейчас мы запишем звук, я дал тебе книжечку, прочитаешь его и вы сами уже в конце сравните, какой вам понравился больше. К восьми часам стало смеркаться. Из рупоров на башне гольф-клуба зазвучал синтетический тенор, оповещая о закрытии площадок. Все, я думаю, самое главное мы проверили по юзали. Следующий лот нашего аукциона. Так, я все подсоединил, все подключил, одеваю на тебя следующие наушники. Они намного жестче и жестче посадка. Оголовье тоже регулируется и фиксируется, это очень важно, потому что не все наушники так умеют. В некоторых оно слетает. Чашки тоже хорошо облегают, амбушюры удобные, мягкие, но они жесткие. Каркас у них жесткий, в них менее удобный. Вот даже сейчас я чувствую, что немножко голова болит. Звукоизоляция получается, так? Звукоизоляция хуже, кстати. Прямо вот сейчас даже слышу, но давай с песней. По звукоизоляции, ну, я лучше слышу, и причем я слышу не только себя в наушниках, не только тебя и песню лучше, но я слышу эхо своего голоса в этой комнате. 7. 7 поставлено в таблице, удалить теперь нельзя. Это у нас такая вот таблица, где... А, блин, а что ж так рейдить? Удалять, да, нельзя. Звучание. Проверяем звучание этих наушников. Итак, гоу! И это был первый трек, спасибо за внимание. Идем дальше. Сказать, что они сильно отличаются, не скажешь. Здесь то же самое, но они достаточно басовитые. Я и в верхах отчетливо слышу, и басы сами по себе. Может быть, средние не так хорошо, чуть-чуть больше проседают. Переконвертируй свои мысли в цифры. Сейчас переконвертирую. Звук какой-то нечистый. Вот знаешь, какие-то... Грязный. Вот он грязный немножко. Чешкий. Грязноватый. Пусть будет 7. К 8 часам стало смеркаться. Из рупоров на башне гольф-клуба зазвучал синтетический тенор, оповещая о закрытии площадок. Я думаю, мы можем переходить к третьей партии, пока Вася сохраняет звук. Идем дальше. Are you ready? Значит, следующие наушнички. Покажем всем наш следующий лот. Не смотрю. Все посмотрели. Все посмотрели. Вот эти наушники. Подержал подольше, все операторы успели перевести фокус. Так. Стоп, не стоп. У тебя удобнее, чем прошлое, однозначно. Похоже на первое, но тут даже какие-то другие амбушюры. Они намного шире, как-то не так облегают голову и меньше давят. Звукоизоляция. Тот же трек, там же лежит. Тут звукоизоляции вообще практически нет. Они, мне кажется, еще меньше изолируют, чем прошлое. Выключай. Объясняю. Если те плотно прилегали и давили, то эти не плотно прилегают вот в ушах. Банально я физически слышу хорошо звуки окружающие. Звучание? Да. Первый трек. Ты готова? Да. Вот опять я говорю, что они не так плотно как-то прилегают вот здесь. Не знаю, не такая жесткая изоляция. И поэтому, не знаю, поэтому мне нижних не хватает или не поэтому, но мне кажется, что здесь меньше низов, чем в прошлых. Ну, это твое мнение. Следующий трек. Так, ну тут что хочу сказать. Тут, наверное, все-таки преобладание каких-то средних частот, если говорим про АЧХ. И басов меньше, и верхов не так много. Вероятно, может быть, из-за того, что сейчас у меня такая голова, что не так хорошо прилегают они. Даже конструкция микрофона другая. Ну, другие наушники вообще-то. К восьми часам стало смеркаться. Из рупоров на башне Гольф Клуба зазвучал синтетический тенор, оповещая о закрытии площадок. Собственно, первый раз слышу этот текст за сегодня. Мне кажется, он всем будет сниться. Они вот просто какие-то другие. С точки зрения посадки, для меня они намного более удобные, чем прошлые. Но если берем звучание, то звучание мне понравилось меньше. Следующие наушники. Ты пока одевай, примеряй их на себя. Одел. Одел. Ну, я типа так, да, вот ты там поправься. Вот эти прямо? Эти прямо. Они жестче сидят, прилегают плотнее. Но пока, по первому впечатлению, мне не давят. Тоже потому, что мягенькие амбушюры. Здесь вставочка есть. Но здесь вставка поменьше. Я помню, в первых она была больше. Хорошо то, что у всех пар оголовье фиксируется. Звукоизоляция. А так, а тут я нужен. Не дают мне посидеть сегодня, я смотрю. Мне кажется, они похожи по изоляции на первую. Вот я думаю, 7 или 8 им поставить. Здесь они намного лучше прилегают. И поэтому намного лучше изолируют от окружающих звуков, чем вторые и третьи. И это в баллах? Это пусть будет тоже 8. И сейчас будешь слушать снова музыку. Вот это у тебя работа. Сиди себе музыку, слушай. Мы включаем 100% громкости на наушниках, 100% на ноутбуке. Не бережет себя человек ради вас. Но я ее регулирую, чтобы понять, какая вообще максимальная громкость. И есть ли запирание на высокой громкости, и есть ли они на средней. Играет же, да? Судя по тому, что она меня не слышит, видимо, играет. Возвращаемся к нашей любимой категории звучания. Что хочу сказать. Опять-таки, они похожи на первые теперь уже. Здесь намного лучше прослеживается каждая частота, с артикуляцией получше. Басы хорошие, мне понравились. Такие достаточно сочные и отчетливые. Но в целом АЧХ похожи на плюс-минус ровную. Ну и запираний, кстати, немного на высокой громкости. Их там практически нет. Классическое наше задание. Я тебе говорю начали, ты начинаешь читать. Все просто. К 8 часам стало смеркаться. Из рупоров на башне гольф-клуба зазвучал синтетический тенор, оповещая о закрытии площадок. Так, хочу сказать, что эти наушники мне тоже понравились, как и первые. Они плюс-минус на одном уровне. Если мы оцениваем качество звучания, то может быть даже здесь лучше. По удобству тоже. Я вот все время пока с ними сидела, мне сейчас очень комфортно с ними. И звукоизоляция у них хорошая. Готово к следующей партии. Я тебя одену, а ты там поправляй. Ой, они такие прям интересные. Ой, хорошие. Ну опять, со звукоизоляцией будет проблемой. По комфорту прям интересно прям. А что, тут микрофона нет? Есть. Ты должна его вообразить. Да есть тот микрофон, вот он тут. Как-то он регулируется странновато. Он сгибается, но как-то очень туго. Здесь регулируемое оголовье. Удивительно. В наушниках? Не во всех бывает такое. Оно тоже фиксируется. Вот эта вот вставка, она намного больше. Они достаточно удобные, но они не давят. Точка опоры тут надежная. Оно у меня классно сидит. Мне не давит. Я думаю, что смогла бы с ними долго проходить. Ну вот как-то прилегают они не очень туго. Выключай. Опять, пассивное шумоподавление в них есть. Хотя бы потому, что мои уши, ушная раковина полностью закрыта. Но из-за того, что прилегание не плотное, достаточно отчетливо слышу окружающие шумы. Если бы ты была учителем, я бы не хотел, чтобы ты меня учила. Потому что, как мы видим, мы очень придираемся. Шумоизоляция – это одно дело. А что по звучанию сейчас скажешь нам ты, когда я включу тебе музыку. И раз, и два, и три. По звучанию запас громкости приличный у них, конечно. Возможно, даже больше, чем у остальных. Запирание я ощущаю и с басами. Не очень чисто. Это какие-то они неотчетливые совершенно. Если мы уходим вниз по АЧХ, то там как-то оно немножко кашится чуть-чуть. Но запас громкости у них, дай боже. Пять. Пять. Почему я так боюсь каждый раз, когда ставлю оценку ниже? Потому что в конце ролика ты узнаешь, почему ты так боялась. К восьми часам стало смеркаться. Из рупоров на башне гольф-клуба зазвучал синтетический тенор, оповещая о закрытии площадок. У меня какие-то неоднозначные впечатления об этих наушниках. Вроде бы и да, вроде бы и нет. Мне в них, правда, удобно. По звучанию такое тоже неоднозначное впечатление. Я же говорю, по посадке мне комфортно, удобно. Звукоизоляция не очень. И звучание, ну, так, на среднем уровне. И, Лиза, последние мы дошли до этого момента, до этого дня. Последние наушники. Давай я попытаюсь хоть в этот раз их правильно надеть. Оп. Что там по эргономичной эргономике? Это мини-копия вторых. Не знаю, что было. Какие были вторыми, но они очень похожи. Они прилегают намного плотнее. То есть даже амбишуры немножко, чашки точнее, каркас чашек немножко мне давит. Но мягкие амбишуры. Здесь тоже вставочка. Туго регулируется оголовье. Прям не очень комфортно. Мне кажется, эргономика тоже такая субъективная штука. Все зависит от строения черепа, во-первых. Во-вторых, от того, как тебе комфортно. Мне, допустим, комфортно, чтобы оно вот так прилегало. Ну, конечно, не давило, но прилегало плотненько, чтобы я вот так могла махать головой, и они не спадали, и не меняли свое положение. Кому-то, возможно, более свободные варианты будут удобны. Выключай. Вася. Ушел выключать? Увлекся. Учитывая то, как сильно они прилегают, и как прям, как я их чувствую, эти чашки, мне кажется, звукоизоляция должна была быть немножко получше. Они хорошо изолируют этот звук, хотя... Давай 6, 6 пусть будет, потому что я слышу сейчас свое эхо. Неплохо бы, чтобы следующая критерия тоже была 6, и получилось бы 666. Наушники дьявола. Давай следующий сразу. Да, госпожа. Противоречиво достаточно. Как и всегда, это жизнь, Лиззи. Скажу так, мне чуть-чуть не хватает средних частот. Вот мне тут понравилась артикуляция, понравилась звуковая сцена. Высоких мне достаточно было, басы тоже неплохо ощущаются. Не знаю, сколько стоит эта пара наушников, но звучание у них достойное. К 8 часам стало смеркаться. Из рупоров на башне гольф-клуба зазвучал синтетический тенор, оповещая о закрытии площадок. Восхотите, идеально, божественно, просто идеально. Перфект. Перфект. Перфект, презент перфект. Давай вот я так подумала, что все-таки неплохо они изолируют, пусть будет 8 баллов за звукоизоляцию. Они очень тугие для меня, для моей головы, но в то же время хорошо прилегает, и благодаря этому звукоизоляция неплохая. И хорошо для меня раскрылся диапазон частот. Я думаю, мне уже не терпится посмотреть, где какие наушники, сколько стоят. Ты же мне покажешь? Да, конечно, покажу. У меня тут таблица все есть, даже и цены есть. Момент истины. Покажем тебе результаты наших исследований, скажем так, очень научных. Правильно делай, что боишься. Наша табличка, вот она. Что за бренд? А, бренд JBL. Как бы общую я не выводил, но думаю, так понятно по оценкам. Давай, мне вот интересно, какие наушники получили самый большой балл. Quantum 200 я вижу, 49,95, 8,89. Quantum 200, который стоит 49,95, 8,89. Но самые интересные это оценки за Quantum 800. Quantum 800, которые стоят, на секундочку, 199,95. Лизе понравились меньше всего. Тут я могу объяснить как. Ты сидела, слушала все эти наушники и с каждым разом ты пыталась более глубже копнуть и придраться. Ладно, может быть, я описывала то, что какие-то субъективные мои впечатления. Результаты достаточно очевидные. Ну, не то чтобы очевидные, они не очевидны, наоборот. Они не очевидны. Они достаточно предсказуемы. Потому что, ну, как правило, такие вот слепые сравнения, они должны показывать, что... Мы сейчас видим, что наушники, которые у нас стоят там 40 баксов или 50, они тоже вполне конкурентоспособны. Каждому свое, опять-таки. Мы сегодня весь ролик говорим про субъективное. И вот субъективно тебе могут вполне нравиться наушники, которые... Ну, не значит, что если ты купил самые дорогие наушники, тебе они прям 100% зайдут. Я взял наушники, дорогие наушники, от одного очень распиаренного бренда. И, по идее, ну, на тот момент они очень дорого стоили. И я такой думал, вот, вот оно качество. Очень мне не понравилось. И звучание, и эргономика вообще. Ну, мне было неудобно их носить. Хотя, казалось бы, это топ среди топов. Оценка, например, звучание очень сильно будет зависеть у всех людей от того, какие жанры музыки они слушают. Наш победитель — это Quantum 200. За ними Quantum 600 за 150 долларов, которые тоже очень даже неплохие. Пишите, вообще, понравился ли вам такой формат. И чего бы вы еще хотели услышать вот в таких видео, где мы сравниваем звучание разных акустических систем или наушников. Что конкретно еще вы хотели бы добавить, привнести в такие форматы. Вот, и, конечно же, цените наши труды лайком, подпиской на наш канал, комментарием. И не забывайте про наши Telegram-каналы, про TikTok, где можно найти море всяких видосов, техно-новостей, мемчиков. И, конечно же, огромных скидок на геймерские аксессуары и на бытовую технику. А мне, получается, ничего не оставило, поэтому я просто скажу пока. 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 Продолжение следует...